Сегодня мы с вами продолжим переводы книги Шунэ Халахот, законы еды, благословений во время еды. Урок посвящается для безопасности на земле Израиля, излечения всех раненых и больных, и чтобы Всевышний послал мир на наш народ, и чтобы Израиль победил полностью всех террористов. Итак, мы дошли до середины главы 168. Значит, продолжение законов благословений на хлеб и на мизунот. Он пишет, что если, скажем, какой-то пирог имеет внутри фрукты, то не следует человеку доставать эти фрукты и делать на них отдельную броху, это будет брохо леватало, что фрукт – часть пирога, и брохо, соответственно, мизунот. Можно будет обсуждать случаи исключений, когда в основном используется мизунот только чтобы поддержать, чтобы не распадалось, не для того, чтобы действительно вкус или насытиться, а просто бывают такие вот пироги, где очень тонкий «краст» по-английски, то, что держит этот пирог. Но на самом деле основная часть пирога как раз – это внутренний ингредиент, а не мизунот. И мы еще будем обсуждать эту тему, в каких случаях действительно «краст» не требует вообще брохе мизунот. Итак, во-первых, еще есть такая, если я правильно понял, это, видимо, какие-то оладьи, что ли, которые настолько, видимо, тонкие, или, может быть, потому что тесто жидкое или что-то в этом роде, то они никогда не становятся хлебом, поэтому даже если их едят много, то это не делается на них брохе эмоций. То есть, в отличие от, как мы говорили, разных пирогов и торгтов, они хотя бы считаются, в принципе, хлебом, но они патробаби киснен, поэтому, когда их едят мало, это обычно делается на десерт и делается брохе мизунот. А вот оладьи, например, даже если их есть много, они все равно в хлеб не превращаются, потому что это слишком далеко уже, на несколько уровней дальше от обычного хлеба. То есть патробаби киснен – это что-то, что близко к хлебу, там просто сласти, они обычно используют как десерт, поэтому хазани установили на него эмоции, когда едят понемножку, но когда едят много, это превращается в хлеб. А вот оладьи, они вообще не сделаны как хлеб. Видимо, какие-то блины тоже в это попадают. Тут очень много слов, которые использовали боским по тому, как у них было принято делать данный тип сдобы. Поэтому встречаются слова совершенно разных языков, и некоторые, наверное, наидиши, поэтому я не затрудняюсь в переводе точно многих из его цитат. Но он просто цитирует Мишнобруру часто, а Мишнобруру стилит еще кого-то. Поэтому это может быть какой-то польский язык, а может быть еще какие-то языки, а может быть идиш. И не всегда ясно, да, в чем-то еще идет речь, но я пытаюсь как могу перевести это все по контексту. Вот дальше как раз он обсуждает вот эти тонкие очень пироги, в которых этот краст, то, что мучная часть пирога, она фактически аннулируется по сравнению со всем остальным. То есть, хотя мы обычно говорим, что все, что мучное, мука всегда важнее, даже если ее меньше, чем остальных ингредиентов, но это хотя бы должно быть для еды. А бывает, что делают просто пирог, чтобы держать внутри всю эту сласть или там фрукты или что-то внутри, начинка, да. А сам краст, он в принципе не важен. То же самое может быть верно в случае мороженого в каких-то ситуациях, когда стаканчик просто, чтобы не растекалось мороженое, но сам стаканчик особенно человеку не нужен. Так вот в такой ситуации действительно бывает, что брога делается на то, что внутри, а не на мизунот. Но тут еще есть одна сложность, что многие примеры, которые давали, вот, например, в американских книгах, которые Равины писали, скажем, 50 лет назад, многие из них сегодня больше нерелевантны, потому что во многих случаях технология пошла вперед, и эти краст стали делать тоже более вкусными, чтобы, видимо, из-за соревнований стали делать более сладкими, с разными ингредиентами, и поэтому постепенно уже невозможно было сказать, что они сделаны, вот эта мучная часть сделана просто, чтобы держать. Вот в Америке известный классический пример был то, что называется cheesecake, сырный пирог дословно. Там внутри что-то типа творога, это не совсем сыр, но по-английски все это называется сыром. Кстати, как и на иврите, да, сыр не только твердый сыр. Так вот, такой вот пирог с творогом. Мы раньше делали вот очень тонкий краст, очень тонкую мучную часть, которая практически не имела вкуса, и действительно можно было сказать, что она тафеля, она постепенно по сравнению с сыром, с творогом. А вот сегодня это не совсем так. Он вкусный этот краст, и его едят для удовольствия тоже. Поэтому вполне возможно, что из-за этого и, соответственно, благословения изменились. Тоже можно сказать и про стаканчики с мороженым, если действительно сладкий и вкусный стаканчик, и человек ест его тоже для удовольствия, не только, чтобы держать мороженое, то на него требуется брох. Но тогда вопрос, будет ли нужно две брахи, или достаточно одной брахи на мизунот, как обычно, когда мизунот покрывает все остальное. Но здесь и сам мизунот с трудом мы делаем на него броху, потому что он тоже имеет какую-то важность. Но это не совсем перемешанная пища, поэтому все это очень-очень много сложностей составляет, все эти вопросы. По крайней мере, в каких-то ситуациях, как он пишет, делается брох, и на то, и на другое. Ни тот, ни другой, ни тафель к остальному. Еще какие-то были виды, даже хлебом это не назовешь, но какое-то очень низкого качества что-то хлебное, как, например, если делали такое как углубление, что ли, в печи, и туда воду с мукой сливали, и так вот они это пекли. Есть, опять же, разные ситуации, насколько жидкое было это тесто, и какой статус этого всего. Но, кажется, сегодня вообще такого никто не делает. Или, например, на плоской печи раскаленной разливали, опять же, что-то типа оладьи, видимо. Это тоже из жидкого теста. Или, скажем, хлеб, который делали прямо на солнце, а не на огне. Многие из этих видов пищи упоминают хазаль, это все в трактате Брахот обсуждается, но на практике для нас, кажется, все эти законы нерелевантны. Или, скажем, если прямо на вертеле, на таком шесте из железа, например, его тестом обмазывали каким-то, и так вот его над огнем жарили. Что это вообще за еда? Считается ли это всегда мизонот, да, даже когда его много человек ест? Но, кажется, сегодня все это не делают в любом случае. Тоже зависит от того, как это все делали. Еще интересно, что если даже сделали обычное тесто, из которого обычно делают хлеб, но вместо того, чтобы печь его, его сварили. Ну, как делают, наверное, в случае пельмени, только пельмени они еще бы имеют внутри мяса обычно, да, это отдельный разговор, к которому мы еще вернемся, но вот, да, в случае, например, пирожков с мясом, но если не обсуждать внутреннюю часть, если бы пельмени делали без мяса, скажем, только внешнюю часть пельменей, то тесто, в общем, у них хлебное тесто, твердое тесто, которое, из них можно было бы выпечь пирожки, а вместо этого варят в воде. Вот что тогда? Так вот, здесь тоже были диспуты, это еще с времен Тософот были диспуты, может ли быть такое, что если тесто твердое, его сварили, будет оно все равно как хлеб, или оно как мизунот. У нас халаха, что оно как мизунот, но в каких-то ситуациях, особенно если собирались печь, и особенно если едят много, то, может быть, это все-таки становится хлебом. Это все, если их после этого не пекли. То есть, сначала тесто варят, а потом пекут, так делали раньше бейглс, то это, конечно, считается хлебом. И также, наоборот, если хлеб сначала испекли, то потом уже он редко теряет статус хлеба, если его потом поджарили или варили, только если уж совсем он превратился в что-то другое, он еще будет обсуждать этот закон. То есть, фактически, то, что стало хлебом, труднее сделать теперь не хлебом, чем то, что никогда хлебом не было. Скажем так, вот, допустим, есть такая, называется French Toast по-английски, французский toast. Такая еда, это берут просто куски хлеба, и их жарят, и на них поливают при этом мед или какой-то сироп. И они очень сладкие по вкусу и по виду они как пирог. Но так как они изначально были хлебом, то они не теряют статус хлеба, потому что это большие куски, и заметно, что это хлеб, и совершенно не важно, что сейчас по вкусу он как пирог. Так же, как если бы хлеб просто намазали маслом и посыпали сахаром, это может быть как пирожное стало, ну, это примитивное пирожное. Я помню, в Советском Союзе мы это часто делали, потому что не всегда у всех были деньги покупать пирожное, довольно дорого стоило по советским зарплатам. Но можно было сделать такой вот тип пирожного, просто взять булку, и помазать маслом, и посыпать сахар. Поэтому, хотя это едят как пирожное, но без сомнения это остается хлебом. Так же и здесь, даже если немножко поджарили. Только если это превратилось уже в какие-то комочки, это все будет обсуждаться ниже. Если варили как-то и превратилось уже, больше не имеет вид хлеба, вот тогда это перестает быть хлебом. А вот другое дело, то, что никогда хлебом и не было, если бы изначально, пока делали, пока пекли хлеб, туда положили, скажем, масло и сахар, то это уже будет не хлеб, а пирожное изначально. И тогда, соответственно, броха будет мезонот. Это вот и есть пата бабикиснин, одной из категорий, которую мы обсуждали на предыдущем уроке. Итак, возвращаясь назад. Он пишет, что паштида и креплах считаются, что даже если они полные мяса или рыбы, считаются, что у них есть туар-алехем, они похожи на хлеб, и они считаются обычным хлебом. Это, на самом деле, связано с диспутом, о котором я говорил, и когда мы уже немножко обсуждали пиццу на предыдущем уроке. То есть, когда было сказано, что если, ну, сегодня, соответственно, и пирожки всякие, которые полны мяса, или других ингредиентов, картошки там, которые обычно едят во время трапезы, не как десерт. Так вот, все это, на самом деле, сводится к тому, считается ли хлеб пата-баби-киснин, вот категория, где что-то внутри. Считается ли то, что внутри должно быть именно сладким, или то, что как бы ассоциируется с десертом, какие-нибудь там семечки, какие-нибудь там мак какой-нибудь, что-то такое, что этим наполнено, только тогда это мизунот. То есть, наполнено, скажем, мясом или рыбой, тогда это все-таки хлеб. Или мы говорим, что во всех случаях это мизунот. Большинство плоским считают, что это таки считается хлебом. Потому что, как разница, хлеб есть с мясом или хлеб, который наполнен мясом. В любом случае, это не превращает его в десерт. Это именно едят для насыщения, как часть трапезы. Поэтому всякие там пирожки, если их пекли в печи, по крайней мере, из твердого теста, как обычно делают пирожки. Возможно, что буракес по-английски, да, это наидишь, кажется, слово тоже. Все это вполне возможно, что попадает в категорию хлеба. Хотя с буракес, может быть, тот вид теста такое, знаете, очень там как-то, получается, как много слоев, очень тонкого. Может быть, это как-то меняет его статус. Я не знаю, многие люди, похоже, делают буракес с мизунот. Есть еще буракес, которых специально добавляют яблочный сок в тесто, чтобы, опять же, не считать его больше уже хлебом, а считался мизунот. Знаете, это отдельный вопрос. Сколько нужно этого яблочного сока добавить? Достаточно ли большинства? Или требуется очень много так, что прямо чувствуется, или вообще только на яблочном соке сделать? Даже и это не всегда чувствуется. Бывает, что в такого типа пирожках, или даже пицца, если на яблочном соке, она не так уж сильно по вкусу отличается. И не всегда ясно, что это очевидно, что это как бы десерт. Ведь на этом основана была идея, то, что называется, по-английски назвали это мизонос бред. То есть, придумали идею, что зачем людям там на работе или еще где-то в самолете мучиться мыть руки, делать длинные благословения, когда можно им дать хлеб, который сделан на яблочном соке, например. И более того, зачем даже, чтобы яблочный сок был главным ингредиентом, в смысле, единственным ингредиентом среди жидкости теста, можно даже сделать его чуть больше половины. 51% яблочный сок, 49% вода. И такое тесто, оно не сильно отличается от обычного, и по вкусу этот хлеб похож на обычный хлеб, но при этом на нем написано, что он мизонод. Так вот, был когда-то очень большой шум из-за этого, и многие раввины были против и говорили, что раз он, к нему относятся как к хлебу, едят его для бутербродов, для насыщения, как хлеб, это явно не выглядит как десерт, не относится к нему как к десерту, так какая разница, что там большинство, большинство, главный ингредиент, в смысле, больше там сока, чем воды. Вот, поэтому многие раввины были против. Для сифальдии есть большая причина быть мягким, потому что Рабьосев Каро, когда интерпретил Рамбама, он предположил два варианта, но склонился, в результате шухонаруха, похожих к первому варианту, а именно, что всегда, когда есть вкус, который различим, то уже этого достаточно. То есть, если, например, в тесте добавили какое-то количество яиц, молока, чего-то, сока, что это заметно, то это уже будет Минзунод по Рабьосеву Каро. На самом деле, есть другие интерпретации самого Рабьосева Каро, и в частности, самого Рамбама, опять же, как и сам Рабьосев Каро, предположим, можно интерпретировать по-другому. Но в любом случае, сифардим обычно следует Рабьосеву Каро, и поэтому по многим сифардским синагогам они дают определенные булочки, в которых немножко что-то добавили, и говорят, что это уже Минзунод. Но опять же, нужно тогда есть хотя бы меньше, чем Квилд Сьюда, то есть по сифардскому обычно меньше, чем объем в три яйца. Начиная с трех яиц, это уже Сафик Квилд Сьюда, как я сказал, там у них, у сифардима это именно четко определено, три или четыре яйца это весь Сафик Квилд Сьюда, не просто сколько человек обычно наедается, или средний человек, а вот именно три или четыре яйца. Поэтому это не так уж и много, если кажется, что три яйца это так много, это не так уж и много. Поэтому несколько кусков таких булочек уже будет часто как три яйца, и поэтому в любом случае даже сифардим не могут без мытья рук и без Беркат Амазон есть такие булочки, только в маленьком количестве, совсем немножко, как десерт буквально действительно съесть. Вот. А Ашкеназим считают, что количество как раз скорее может быть большим часто, чем три или четыре яйца, но для Ашкеназим зато Рома пишет, что недостаточно, чтобы жидкости было немножко, чтобы она чувствовалась, а нужно, чтобы она была почти главной, то есть вот именно то, что мы называем обычно сдобой. В сдобе там не то, что немножко чувствуется, хлеб тоже имеет немножко сластей. Ашкеназская хала, например, она имеет яйца и часто там какие-то изюмы, еще что-то, того, что она немножко имеет сласти, это не значит, что она перестала быть халой, и тогда это уже мизунот. Кстати, для Сифардима это как раз строгость, что Ашкеназская хала во многих случаях для Сифардима может быть мизунот или сафик мизунот. Поэтому сифардские евреи, которые, скажем, пригласили на субботу, должны попросить, чтобы ему дали обычного хлеба тоже хотя бы к заед, потому что не факт, что тем, что он съел кусочек халы, если не будет, только есть много этой халы, положить на броку хамоции на Ашкеназскую халу, потому что Ашкеназские халы обычно очень сладкие, то, что называют по-английски эг хала, хала с яйцами. Бывает хала на воде и без яиц, такая хала для Сифардима наверное подойдет. Теперь, если взяли хлеб и его на маленькие кусочки разделили, даже вообще превратили буквально в муку, то есть растолчили хлеб или сухари буквально в как говорят по-английски bread crumbs, кусочки малюсенькие, все равно хлеб остался хлебом, то есть в этом брохо не меняется. А вот если его еще потом, допустим, соединили с какой-то жидкостью и превратили в комочки и все это сварили, вот тогда уже хлеб теряет статус хлеба. Это то, что у нас по-английски называется matso balls, мячики из мацы. То есть фактически там расталчивают мацу, превращают в мацамил, потом с яйцами и с чем-то это все превращают в мячики и так их варят в супе, например. Так вот такие вот мячики, они уже перестали быть хлебом и у них, без сомнения, статус мизу нот. И более того, даже если их съели много очень, все равно они мизу нот, потому что у них вообще нет вида хлеба, это даже не пата бабе киснин. Еще есть много разных случаев, когда, допустим, не варили, а жарили или пекли такие мячики и в частности, если вообще ничего с ними не сделали, просто растолчили хлеб, но не очень мелко, допустим, если заметны куски этих хлеба и потом как-то их соединили с какими-то сладкими жидкостями. В общем, во всем этом есть много разных деталей, в которые я решил не вдаваться, потому что, опять же, запомните, это все очень трудно, а на практике, если будут конкретные случаи, спросят вопрос, но бывает, что зависит от размера, если гзаит хотя бы у одного кусочка, а бывает, что нужно еще туарлехен, если, например, варили, то нужно еще, чтобы оно осталось по виду, как хлеб. Даже если, например, хлеб поместили в воду надолго, говорят, что от вода от этого становится белой, что он совсем размикает и превращается в какую-то такую паклю противную. Есть это почти невозможно, но один из баллов это софот, это ел по утрам, чтобы не делать длинные брохи, чтобы быть сразу же готовым к занятиям месторой, так он по утрам просто ел то, что он на ночь оставлял в воде, размягший хлеб. Он действительно уже на хлеб совершенно не похож. В общем, вот такой хлеб будет мезонот. Получается, что если суммировать все, что мы с вами здесь учили, то то, что мы называем хлебом, это и есть обычно хлеб. Сложность только в том, что даже если хлеб, уже однажды сделанный хлеб, перестал для нас в наших глазах быть хлебом, мы превратили его в пирожное или сухари сделали и там подобное, раз уже однажды это был хлеб, то логически он может остаться хлебом во многих случаях, даже если теперь он для нас больше похож на сдобу, как, например, френч-тост. Но в большинстве случаев то, что мы называем хлебом, оно и есть хлеб. То, что мне сказал когда-то Робби Роке Ахзацаль, что я... Тогда мы делали вместе маленькие домашние сидуры, я написал много разных правил, что считается хлебом, что нет. Он сказал, что все это не нужно для среднего человека. Мы простой сидур делаем и то, что они называют хлебом, то обычно и есть хлеб. А все, что называется сдоба, это и есть мезонот. И на этом мы на сегодня закончим. Урок посвящался для безопасности на земле Израиля, спасения всех, кого можно спасти, излечения ранних и больных, рифу шлема шель хадаса ба тахува, ася ба хава и гудис, михоль израили, чтобы Всевышний послал полный мир на свой народ и спас нас от всех террористов поскорее в наши дни.